Доктор Говорон Доктор Говорон Доктор Говорон Доктор Говорон Ввел термин Программированная Запрограммированная клеточная гибель Таким образом Запрограммированная клеточная гибель Был введен в 60-х В 72-м году Вот эти три джентльмена Публиковали доклад Апоптосовый базовый Биологический Феномен с важными последствиями В кинетике В начале 90-х Эндрю Вайли Показывал, что ни один из ведущих журналов Не хотел публиковать Это Это Исследование Потому что Это же неинтересно Как умирает Клетки Кому Кому Важно Аристалл Корри Был членом Редакторского Совета Каппо Кенсер Британского журнала Он убедил Редактора Принять и публиковать Сейчас Более чем 20 тысяч раз Процитирована Эта работа В этой сфере За последние четверти века Эта сфера Очень много Очень Подверглась Значительному развитию Многое количество Феноменов В результате Смерти Область Клеточной гибели Единственная Которая имеет Напрямую Которая Посвящено Две Нобелевские премии И косвенно другие Первая Вручена Доктору Сидну Брайнеру Которого Представил Господин Габибов И Джону Саустану За генетическое Регулирование Клеточной смерти А вторая Ешиноры Ошуми За его Обнаружение Механизмов Аутофагии Вот эти Две Нобелевские премии Показали Важность И важное Развитие Этого Этой сферы Исследований В том Работе 72-го года Мы хотели Сейчас Отметить Что гиперплазия Может Иногда Быть Результатом Сниженного Паптоза Нежели Повышенного Метоза Вот это Первое Показание Того Что Определенным Образом Баланс Между Клеточным Разделением Пролиферацией И гибелью И в случае Если клетки Не умирают Тогда Они начинают Распространяться Пролиферация Немного Быстрее Происходит Накапливается В ткани И тогда Это становится Опасным Также Здесь Не видно Но Ниже Вместе С моим Наставником Профессором Хансеном В начале 70-х Была опубликована Нами Работа В которых Мы утверждали Что Отмечается Тесная Связь Между Пролиферацией Клеток И апоптоза На тот момент Только Два Типа Гибли Клеток Были Изместны Метозис Апоптоза И мы же Предположили Что Когда Клетка Запускает Механизм Пролиферации Она Приобретает По пути Что Лучше Погибнуть Нежели Пойти Ложным Путем Таким Таким образом Дать Неверным Образом Кодированным Клеткам И Распространяться Вот Это Доклад Это Исследование Опубликовано В 2000 Году Называется Millennium Review Первый Обзор Про Клетки Опубликованный В самом Начале Видите 7 Января Дугласом Ханаганом И Бобом Вайнбергом Они Предложили 6 физиологических Изменений Которые Могут Привести К Формированию Опухолей Назвали Его Признаки Рак И Одной Из них Является Избегание Паптоза Пять Из этих Шести Физиологических Изменений Также Связаны С Формированием Доброкачественных Опухолей А разница Между Доброкачественной Злокачественной Опухоль Является Это Метастаза Ткани И В 2010 Году Был Большая Дискуссия В Литературе Если Шесть Этих Физиологических Изменений На самом Деле Является Важным Для Формирования Опухолей Мой Комментарий Во время Этой Дискуссии Был Что Не И Это Опасно И Очень Часто Доброкачественная Опухоль Становится Злокачественной Опухолью И Эти Физиологические Изменения Очень Важны Для Развития Опухолей Однако Очень Много Рим Не Появилось За Это Время И Прежде Всего Теперь Есть Гораздо Больше Модальностей Плюс К Аптузису И К Некрозису Есть Полный Список Вот Вы Можете Посмотреть Еще Один Термин Синесенс Все Эти Модальности Делятся На Две Группы Типичные И Атипичные Не Потому Что Они Лучше Чем Другие А Потому Что Мы Теперь Гораздо Больше Знаем Теперь В Этой Области А Желтым Цветом Обозначено Также Красным Цветом Я Отметил Формы Клеток Которые Вовлечаются Либо В Прогрессию В Развитие Опухоли Либо В Удалении Опухоли В 2008 Году На основе Публикации Из Нескольких Групп Исследователей Таких Некрик Томпсон В Америке Токмак В Канаде Наша Группа В Стокгольме Мы Опубликовали Работу Которая Показывала В самом Начале Этой Статьи Было Писано Что Плюс К этому Есть Еще Все Больше Свидетельств Которые Говорят О том Что Один из Наиболее Рано Распознаваемых Особенностей Опухолевых Клеток Их Зависит От Гликолиза Для Генерированной АТП И Это Можно Добавить К этому Списку И Более Того В В 20-х Годах Прошлого Века От Варбург Открыл Высказал Эту Гипотезу Но В то Время Меньше Меньше Внимания Этому Уделялся И Только В начале Этого Века Это Стал Свою Родо Ренессансом Для Этого Направления Несли Несколько Групп И Следователей И Начали Заниматься Разработкой Этой Идеи И Затем В 2010 Году Я Планируют Они Или Нет Опубликовать Новую Статью Касающуюся Признаков Рака Он Сказал Да Но Мы Это Очень Сложно Пытаемся Но Обычно Осенью Каждый Год А у Нас Есть Так Называем Мозговой Штурм В области Исследования Рака Где Люди Внешних Лабораторий Соглашаются Раподелиться Своими С данными И Обсудить С нами Наиболее Важные Тематики В исследовании Рака То есть В 2011 Году Дак Ханаган Был Приглашен Для того Чтобы Сделать Основную Презентацию И Саймон Переехал В Лозанну В качестве Нового Директора Института Рака И Прежде чем Встретились Утром Я спросил Дак Как Идет Публикация С новой статьи Он говорит Слушай Подожди Пару минут Еще И он Был Первым И во время Его презентации Он сказал Что Его спросили Об Перспективах Он сказал Сегодня Пятница Он говорит Сегодня Новый Средний Начинается Он Начнет С новой Статьей В которых Мы Также Представляем Дерегулирование Энергии Клетки И Плюс К этим Шести Физиологическим Изменениям Четыре Еще Были Добавлены И Теперь У нас Есть Десять Физиологических Изменений Которые Ведут К Мерджинису Но Только Один Из Этих Десяти Является Важным Значимым Для Уничтожения Опухоли И Это Сопротивляемость Селдез Потому Что Вы Должны В этом Случа Убить Клетку И Также Несколько Лет Назад Вместе С Женей Минитой Мы Публиковали Статью В которой Мы Анализировали Статью Между СНИПС И Что Очень Важно Упомянуть Сейчас Что Есть Некоторые Индикаторы Показывающие На связь Минитой С ЛИПС И Риском Рака Нет Прямой Связи Между Этими Двумя Событиями С другой Стороны Были Собраны Данные Которые Говорят О том Что Антипопатетические Гены Вовлечены В развитие Рака И Лучшим Примером Это Является BCL2 Который Передается Одной Хромосуру Другой И Это Является Признаком Человеческой Лимфомы Важно Сказать Что Перемещение Само по себе Не Провоцирует Опухоль Но Это Является Признаком Этого Типа Опухоль BCL2 Имеет Потенциал Онкогенного Но Он Не Может Вызвать Развитие Опухоли Без Совместной Работы С Некоторым Другим Видом Протеин Есть Также Другие Примеры И Очень Важно Сказать BCL2 Семейство Протеинов Это Семейство Протеинов Включает В себя Больше Чем 20 Протеинов Они Будут Подразделены На две группы Это группа Которая Включает В себе Подавление CellDesk И группа Которая Увлечена В активацию CellDesk И вторая Смерть Клеток Которая Называется Бечный Три И Это Очень Важно И Вы Поговорили С ним В конце Презентации И Это Большая Семья И Баланс Между Этим Параций Очень Важный Для Развития Клетки И Для Убивания Уничтожения Клеток Опухи И Другая Семья Протеинов Это Ингибитор Который Характеризуется Транслокация Одной Кромосом Другой И В Этим В Результате Вот Этого Перераспределения Они Взаимодействуют С Так Называем И В Этим Случае Этот Большой Протеин Является Очень Важным Для Формирования Лимфомы И Снова Это Требует Активации И Функционирования Нескольких Протеин 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 Итак Вы Видите Вывод На слайде Здесь Есть Что Касается Что Касается Других Процессов Например Атофаген Это До сих пор Является Большая Дискуссия Представляет Атофаген Механизм Выживания Клетки Или Он Представляет Механизм Смерти Клетки Вообще Говорю Он Может Работать Как Подавитель Опухоли Угнетатель И Он Может Удалять Метахонгрии Такие Как Поврежденные Органеллы А Во время Портозиса Все Остатки Клеток Просто Удаляются Из ткани И Они Попадают Либо В кровь Либо В мочу И Во время Атофагения Все Остается В Лизосомах Иногда Это Возможно Что Лизосомы Обеспечивают Эти Маленькие Кусочки ДНК В качестве Субстрата Для метаболизма И Это Опасно Потому Что В этом Случае Атофагия Является Таким Провоцирующим Механизмом И Это Очень Важно Для Реального Понимания Функции Атофагии И Уничтожения Опухоли И Опять-таки Есть Несколько Индикаторов Показаний Которые Показывают Мутации В различных Атофагных Генах Которые Работают На различных Стадиях Аутофагии И Эти Мутации Связаны С Определенными Типами Опухоли Еще Один Тип Смерти Клетки Это Непроптозис Это Новый Тип Смерти Клетки И Первые Публикации Показалось Если Я Правильно Помню В 2007 Году На Эту Тему Непроптозис Является Регулируемой Формой Некроза Генетически Регулированная Форма Некроза И Он Включает В себя Действие Двух Компонентов Вместе С МЛТЛ Они Вызывают Некроптатическую Смерть Клетки Которая Ведет К Воспалению И Это Воспаление Может Работать Как Индуктор Как Запускающий Механизм Опухоли Но Может В отдельных Случах Работать Как И Убийца Опухоли Клетки Все зависит От ситуации В клетке Наиболее Важно То, что В этом Случае Мы имеем Дело С С Очень Серьезным Воспалительным Процессом Который Включает Весь Процесс Клеточного Иммунитета И Другой Тип Смерти Клетки Сераптозис Это Самый Новый Разновидный Смерти Клетки И Он Более Часто Встречается В почках И Почечных Заболеваниях Которые Связаны С Фераптозису А Некаптозису Или Кругим Форум Смерти Клетки Это Полностью Зависит От Железа А Так Называемые Железозависимые Смерть Клетки И Несколько Других Компонентов Которые Могут Быть Напрямую Регулировать Процесс Сараптозиса Такой Как Эростин И Дифероксамин И Как Вы можете Видеть Здесь Большое Количество Различных Тип Разновидностей Смерти Клетки Может Вовлечено В этот Процесс И Что Наиболее Важно Мы Можем Использовать Все Эти Механизмы Для Того Чтобы Уничтожать Клетки Пару Слов О Мне Кажется Вы Знаете Всю Эту Разновидность Смерти Клетки Вы Не Знаете Может Быть Термин Анаитиса Это Форма Смерти Клетки Разновидность Которые Затрагивают Зависимые Клетки И Одна Из Характеристики Это Смерть В Молочные Железа После Того Как Процесс Кормления Ребенка Заканчивается Когда Мать Перестает Вырабатывать Молоко Клетки Умирают Из-за Анаикиса Анаикис Изучен Достаточно Хорошо И Он Играет Роль В Метастазах И Более Того Он Ведет К П П 53 И Вот Здесь Не Видно Тут У нас Продолжение Слайда Есть Мутирующие Которые Блокируют Процесс Аутофагии И Блокируют Ануикис То Есть Рак Это Системное Заболевание Которое Характеризуется Очень Си По Простым Фенотипом Фенотип Это Просто Один Из Этих Ненужных Клеток А С Другой Сторон Это Очень Сложно Генотип У нас Есть Несколько Презентаций Вчера И Позавчера Были Которые Описывали Все Эти Мутации В различных Видах Рака И так Далее Но Простой Фенотип И Сложный Генотип Почему Раковые Клетки Так Очень Часто Сопределяется Терапия Это Большой Вопрос И Прежде Чем Ответить На Этот Вопрос Я Рак Характеризуется Недостаточно Негативным Регулированием Роста Клетки Теперь Я Перейду К Некоторым Нашим Результатам Почему Я Решил Обсудить Эту Часть Небольшую Часть Нашей Работы Вчера Во время Кофе Брейка Один Из наших Коллег Сказал Мне Слушайте Какая Разница Кому Какое Дело До того Как Кимурзу Умирает Клетка Рака Наиболее Важно Убить Эту Клетку И Я Выложил Это Утверждение Сказав То Что Это Не Совсем Правильно Совсем Корректно Потому Что Если Например Раковая Клетка Сопротивляется Апоптозису Значит Ли Это Что Мы Не Должны Идти Дальше И Посмотреть Эта Раковая Клетка Может Быть Чувствительной К другому Виду Смерти Клетки Или Влия На Один Вид Смерти Модальности Мы Можем Увеличить Или Уменьшить Вторую И Вот Собственно Говоря На чем Мы Сфокусировались На протяжении Нескольких Лет И Я Хотел Вам Дать Дать Два Примера Которые Не В том Порядке В котором Они Появились В нашей Лаборатории Но Таким Разум Они Связаны Друг С Друг И Вот Почему Я Хочу Вам Обсудить С Я Кстати Забыл Сказать О том Что Много Лет Назад Это Было В 95 Годах Когда Мы Показали Опубликовали Статью И В этой Публикации Было Сказано Что Модуляция Апоптозиса И Опять Таки В то Реант Апоптозис И Нитрозис И Они Вполне Могут Быть Вовлечены В качестве Терапевтического Принципа Применяться В будущем И И Идентификация Вот Этих Различных Точек Которые Применяться Решение Регулирует Переключение Между смертью Жизни Клетки И Они Должны Объяснить Большое Количество Молекулярных Мишеней В широком Диапазоне Терапевтических Выпадов Лечения И Вот Это Мы Говорили 20 лет Назад Уже И Смотря На Различие Стадия Развития Опухоля Или Генеза Опухоли Мы Видим О том Что Иницизация Без проблем Мы знаем Несколько Случаев Когда Опухоль Исчезает Сами По себе И в то же Время Во время Развития Есть Баланс Между Смертью Клеток И Ростом Клеток Следующая Стадия Это Ангиогенезис Это До сих Пор Является Возможность На этой Стадии Убивать Клетки Рака Вы знаете Есть Несколько Новых Препаратов На Различных Стадиях Клинических Испытаниях Которые могут повлиять На процесс Ангиогенеза Следующая Это Метастазы К сожалению До сих пор У нас Нет Способов Убирать Метастазирующие Клетки Эффективно И правильно Ну и Лечение Это Химиотерапевтическими Лекарствами Это собственно Говоря То что мы делаем Подтельные Задельные Основные А Дефекты В этой Машинной Механизме Смерти Клетки Могут Быть На стадии Выполнения На стадии Продвижения А также В конце Фин Функционирования Вот этого Механизма Исполнения Есть несколько Примеров Би-Си-Эл-2 Каспезис И некоторые Другие Ингибиторы Очень важно То что Есть Различные Клеточные Модальности Вы можете Просто Повлиять На этот Процесс Путем Либо Ингибированием Или активацией Функции Различных Генов Ну например Есть связь Между Некроптоизисом Некроптоизисом Апоптоизисом Перекрестная Связь Из-за Есть Би-Си-2 Протеины Которые Могут Регулировать Апоптотические Смерть Апоптотических Клеток И Аутофагных Клеток Есть Несколько Несколько Примеров И то Что мы Пытаемся Делать В наших Исследованиях Это Мы пытаемся Повлиять На этот Баланс И в качестве Экспериментальной Модели Мы решили Использовать Мы всегда Вернее Использовали Легочную Аденокарциному И эти специальные Рызы Легочная Аденокарцинома Является Один из самых Распространенных Видов Смерти Клетки И Обычно Аденокарциномы Клетки Довольно Высоко Резистивны К лечению Более того Диагноз Обычно Появляется На третьей стадии Диагностируется И Более того Есть некоторые Виды лечения Это Опухоль Очень резистивны И Пациенты Умирают В течение Последующих Двух лет И Мы начинаем Измерение Аутофагии И мы Обнаружили О том Что Уровень Самоуничтожения Аутофагии Клетки Достаточно Карциномных Клеток Гораздо Более Высокий Это было Документировано Документировано Микроскопическим Исследованием А потом Мы двигаемся Клиническим Образцам Мы увидели Были очень Удивлены О том Что В лангкаденокарциномах Там нет Злокачественной Ткани 85% Всей Опухоли Характерируются Высоким Уровне А Что Говорит нам О том Что Эти Клетки Выживают Почему Потому что Это очень Высокий Уровень Отофагия Там Многоэтапный Процесс Проходит Разные Шаги И На Первом Уровне Показать Регулятор EDG 13 ADG 13 Этапе Формирование Называется EDG 7 Соответственно Мы приняли Решение Удалить Оба Эти Белка И посмотрели На То Что Может Произойти С Клетками Легочной Адвенокарциномы Вот Что Соответственно Произошло Вот Видите В отсутствии EDG 7 От AG7 Наблюдает Снижение Уровня LCC 2 Это Говорит Об Инкибировании Аутофагии Это Также Здесь Посредством Маркирования Стейнинга Выявлено Мы тут Все необходимые Методы контроля Провели Соответственно Я тут могу Докладывать Факты Ингибирование Аутофагии Снижает Активности Особенно Использование Цисплот Ну Видите Обычные клетки Обычные клетки Адвенокарциномы Легких После Воздействия Цисплот Ничего не Случилось В присутствии ATG7 Ничего не Происходило Когда ATG7 Убираем То Мы Количество Погибших Клеток Увеличиваем Вот Это Критическая Часть Характеристика Это означает Что Вычленение У ATG7 Повышает Чувствительность Клетки К ДНК Уничтожающим Лекарствам Вот Здесь Выходит На Митахондрия Передается Потому что Семарефлоресцентность Не хочу Слишком Много Времени Тратить На Описание Этого Мерпетия Что Особенно Важно Мы Идем В формировании РОС А Говоря Про РОС Конкретный Витип Особенно Формирование Супероксид Вот Соответственно Падальщик Радикалов Гидроксид Снижает Гибель Клеток Вызываемый Сосплатином Выводом Из этой части Является То Что Ингибирование Аутофагии Посредством Даунрегуляции АТГ-7 Облегчает Апоптотический Эффект Сосплатина Хорошо Но если помните Мы АТГ-13 Решили удалить Которая Является Частью Другого Этапа Развития Аутофагии Насколько Ингибирование Аутофагии Посредством Даунрегуляции АТГ-13 Влияет На Апоптос И к удивлению Мы не обнаружили Того же Самого Чего Наблюдали В случае Выделения Удаления АТГ-7 Вместо этого Мы обнаружили Что Исключение АТГ-13 Приводит К Снижению Пролиферации Клеток Другими словами Смерти К Гибель Клеток Не происходит Останавливается Пролиферация Пролиферация Как это происходит Мы обнаружили Что Это Отмечается На уровне Циклина А Это Упрощает Остановку Г2 Что Вызывается Различными Лекарствами Вреждающими ДНК И Выводом Этой части Является То Что Посредством Супрессии Аутофагии Аутофагии В целом Мы повышаем Чувствительность Клеток Аденокарциномы Легких К Лечебному Воздействию Однако В зависимости От того Какая часть Механизма Аутофагии Мы удаляем Из клеток То Дальше Разные события Могут Уже Вести К остановке Развития С одной стороны Уничтожение И гибель Клеток Раковых С другой Остановка Пролиферации Ну хорошо То есть Подавление Плюс Аутофагии Подавление Аутофагии Может привести К эффективной Химиотерапии Когда Апоптоз Таким образом Приводит Снижение Росту Ретардации И так далее И тому подобное Хорошо Понятно Что все эти Процессы Основаны На функциях На функциях Тех и других Белков А какова Цепочка Взаимодействия Между белками Ведущая К этим Событиям Перед тем Как Об этом Рассказывать Я хотел бы Упомянуть События Десятилетней Давности Когда мой Коллега В Швеции Сейчас Профессор Сельскохозяйственного Университета Упсала Обратился Ко мне С вопросом Он изучал Генетику Елок Рождение Рождение Это комплекс Это комплекс Деградома Это важный комплекс За деградацию Белков Ответственных За смерть Этих 16 или 17 Клеток Забыл Помянуть Термин Апаптоз Означает Переводится Таким Не имеет отношения Много лет назад Ошибочно Введенный И человек Который Его ввел Знает Но Сохраняется Метакаспаз Мы показали То Что в данном Эмбрионе Активизируется Метакаспаз И Нашли Из Субстрата Был Тудор Стефилококковое Ядро Пару слов Скажу Об этом Протеине Мы Подали Соответствующий Журнал Nature's of Biology И все И все Наши Коллеги Критического Анализа Считаете Считаете Левы То Что Не Похоже Тогда Вам Не Показать Что Происходят С этим Былком В Клетках Млекопитающих Поскольку Мы Работаем С Аденокарциеном И Легких Одного И Парси Соответствующая Панель Посмотреть Помощников Посмотреть Что происходит С этой Панель В результате Мы Выявили Кливаш Этого Белка Но В Клетках Млекопитающих Метакаспаза Не Происходит Поэтому Обнаружили Что Каспий 3 Мутированный Если Показываем Что Если Размер Мутирует То Кливаш Не Происходит Далее Естественно Это Было Опубликовано Мы Довольны Но Вопрос Остался А что Этот Белок Вообще Делает В Клетках Млекопитающих Несколько Слов Про Белок Очень Интересен Компонентом Является Рисков Транскрипционный Коактиватор На самом Деле Ну и Поскольку Он Содержит Разные Гмогические Домены В зависимости От того Какой Белок Взаимодействует С каждым Из этих Доменов Данный Белок Может Принимать Участие В Транскрипции С Флайсинге И так Далее То есть Многофункциональный Белок Хорошо Ну и Что С этим Можно Делать А Тот Момент В Опубликован Ряд Исследований Описывающих Роль Те Цен В Карциногенезе В зависимости От Связывания С Разными Белками В Примая Эту Часть Либо В Пролиферации Диогенезы И Метастатирование Далее Мы Посмотрели На Клетки Клинические Образцы И мы Были Шокированы Когда Увидели Что На Всех Клинических Клинических Образцах Которые Мы Анализировали Выявлялась Повышенная Экспрессия Этого Белка От 2 До 12 Кратно 100% Показывали Высокую Экспрессию Данного Белка Хорошо Что Можно С Этим Делать Мы Провели Силенции Из Выключений Этого Гена На Эти Клетки Стали Чувствительными Естественно В теле Это Такое Невозможно Потому Что Белок Играет В Огромное Количестве Событий При Удалении Этого Белка Мы Человека Можем Убить Поэтому Что Мы Сделали Мы Провели Геномный Анализ Генную Экспрессию И Как Ожидалось Мы Обнаружили 200 Белков 150 Которые Вот Внизу Ну Что Дальше Мои Молодые Коллеги Показали Мне Эту Таблицу И Показали Что На Первом Месте У нас Белок Под Названием С 100 А 11 Я Подумал Что Шутят Почему Потому Что За год До Этого Вместе С Протеомным Инструментарием Коллега В Департаменте Протеомики В Каролинске Обнаружил Что Этот Белок Является Таргетом Цель И Попросил Нас Узучить Его Свойства Я Обнаружил То Что Этот Белок Связан С П 53 С Ядром Дальше Транслокация В Цитозол Соответствующее Исследование Публикуется И Потом Мы У себя В вершине Своего Списка Тот же Самый Белок Вылезает Начали Изучать Это Очень Сложная Семья Белков Даже На это Время Тратить Не хочется Но я отметил Что он Связан С П 53 Удалили Данные Протеи Последствием РНК РН А И Получили Тоже Последовательность События Которые Мы Наблюдали После Удаления ТСМ То есть Он Даунстрим Ниже Находится ТСМ Но его Удаление Ведет К Функциям ТСМ Опять Таким Этот Белок Исключить Невозможно Поскольку С Ответственность За Очень Большое Количество Функций Внутри Клеток Тогда Проявили Биоинформационный Анализ И обнаружили Что данный Белок Взаимодействует С Клеточной Фосфолиепидом А2 Который Является Частью Орхидонного Каскада А тут Тут уже Намного Проще Работать Не С ПЛА2 А с Метаболитом Данного Фермента В результате Ингибирования Фосфолиепидозы Фосфолиепидозы А2 Также Связан Мы провели Всю работу Обнаружили Механизм Формирования Суперкисноты И дальше Вернулись Назад Исключение ТСН Подавляет Аутофаги Помните Я говорил О подавлении Аутофагии В Агронгарциномах Легких Мы вернулись К этому Таким образом Этот путь Каким-то образом Приводит К ингибированию Аутофагии И делает Клетки Более чувствительными Капаптозы Вернулись Клиническим Образцам Как уже упомянул Во в 100% Образцов У нас Отмечалось Высокое Выражение Тудор Стефилококк Я СН Восьмидесяти Дух С-111 В 64 Мы отвечали Различие Выражений Фосфолиепазы АЦ ПЛА2 И химики Московского университета Нам предоставляет Соответствующие средения Которые используют Заем в тестировании И сейчас У нас имеется Последовательное событие Которое Регулирует Чувствительность Аденокарциномы Легких К терапии Не хочу Вообщать Все это Все что я рассказал Связано только С одним видом Опухолей Именно Аденокарциномы Легких Это новая Функция ТСА И на третьем Месте Нами были Выявлены Два других Родка Которые мы Изучаем Сейчас И как я уже Отметил ТСН Также принимает Участие В регулировании Метастаза А именно Этим Занимаются Вот эти Белки В завершении Все эти 10 физиологических Изменений Способны Работать Как Цели Для того Чтобы Убивать Клетки Опухолей Некоторые Уже Утверждены ФДА И Бетти 7 37 263 Навитоклакс И АБТ 119 Венитоклакс Премия Нобелевская Совместная Джеймс Алисон И Тасуки Хочу Обнаруживание Раковой Терапии Заингибирование Негативной Терапии Почему Потому что Такое Воздействие Пидион Сити Л4 Пидиодин И Сити Л4 Введет К иммунологической Клеточной Смерти И Эта Иммунологическая Клеточная Смерть Может В конце Концов Трансформирована В апоптоз Или В некраптоз И Уже Имеется Ряд Медикаментов Которые Могут Использоваться Для Подобного Воздействия Некоторые Уже Утверждены Food and Drug Administration Соединенных Штатов Америки Резюмируя Развитие Рака Клоректального Рака Проходит Вот здесь Разные Этапы И Исключение Опасных Клеток Может Остановить Развитие Опухоли Если Опухоль Развилась То Другой Набор Реакций Которые Связаны С Разными Механизмами Клеточной Гибели Может Использоваться Для Для Соответствующего Воздействия На этом Хочу Остановиться Группа Моя В Москве Наверху Там Инна Дальше Владимир Другие Вот это Люди Которые Помогают Мне С клиническими Образцами В Московском Университете Вот это Группа Из Каролинска Вот это Моя Московская Группа И Соответственно Фонда Которые Поддерживали Подобную Работу Большое Спасибо Борис И Возможно Один Или Два Кратких Вопроса До Обеда Да Пожалуйста Большое Спасибо За Прекрасный Доклад Мой Вопрос Как Думаете Каков Основной Механизм Гибели Клеточной Гибели Определяющий Определемый Ганглиозит Ганглиозитами В конкретном Антителе Довольно-то Интересно Выглядит Полностью Зависит от Того Ситуация Когда Ганглиоциты Погибают Может быть Некроптозить Там есть Определенные Показания Это может Связано С Апоптозом Есть Тоже Определенные Показания К этому Другими Словами В зависимости От того В каком Разрезе Рассматривать Числять Ганглиоцитов И то же Самое Здесь Любая Клетка Может Погибнуть В результате Воздействия Дого Другого Механизма Скажем Выбор Этого Механизма Гибели Определяется Как Воздействием Так И ситуацией Которая В тот Конкретный Момент Характерно Для Ткани Борис Я Хотел Спросить Следующее Обычно Общая Схема Бывает Которая Показывает Что Когда ДНК Повреждено Есть Возможно Есть Время Или Попытка Есть Время Проходит На попытку Восстановление Восстановление ДНК Потом Апоптоз Перестает Работать Вы Жмите Только 20 Минут Далее Но Если Вдруг Время Еще Дадите Я Могу Продолжить Трагика Или Коллеги Конечно Шучу Проблема В чем При Повреждении ДНК Клетки Принимает Это Повреждение И Каждая Индивидуальная Клетка Имеет Свой Собственный Мозг И Мозг Начинает Принимать Решение Как Быть И Есть Несколько Вариантов Первое Это Признать Это Повреждение И Поправить Во второе Если Механизм Ответственный За Восстановление Ущерба Вреждения Хорошо Не работает То клетка Продолжит Расти С уже Поврежденном Состоянии Это Опасно Ну и Третье Возможность Клетка Просто Делится Проводит Бликлеточное Деление Вне Зависимости От Того Что Там Произошли Определенные Повреждения Это Приводит К отклонениям Но Поскольку Механизм Смерти Адекватно Не работает Там Возникает Блок И Клетка Не может Реализовать Запрограммированную Клеточную Гибель Одним Механизмом Но Не есть Возможность Реализовать Клеточную Гибель Посредством Другого Механизма Люди Смотрят И говорят Ахат Клетка Регизистента На Попсод Ну и Что Для меня Ничего Страшного Давай Попытаемся Найти Другую Возможность Обеспечить Реализацию Запрограммированной Клеточная Гибель Другим Образом Вот Пожалуй Единственный Способ Избавиться От Развития Опухоли В противном случае Ничего Поделать Не Можем Очень Интересно Как Вот Позвученный Пример Деградации В Деградации В растениях И Укриотах Также В Дрожах Ну и Естественно Парк Система В растениях Ну В дрожах Ее нет Но Это Шеволюционно В целом Процесс В рамках В рамках Деградома Он Консервативен В целом Но С Разными Неопределенными Различиями В Дрожах Растениях И даже В нематодах Я же про Нематод Вообще Ничего Не говорил Механизм Деградации Там Там Тоже Присутствует Просто Функционирует Немножечко По-другому Нежели Как В человеческих Литках Но Механизм Там Умеется Механизм Консервативный Большое Спасибо